Время соблюдать режим. Из 300 заболевших коронавирусной инфекцией в Севастополе 200 человек. Это люди пожилого возраста. Я не сидел дома ни ма, ни апрель, ни июнь, не надевал ни масок, ничего. Почему тем, кому за 65 так важно соблюдать режим самоизоляции и по каким причинам многие из них отказываются соблюдать меры предосторожности? Отопительный сезон начался, а тепла в квартире нет. Как передали по радио, что в такого-то числа начнется отопление. Мы этого совершенно не почувствовали. В чем основные причины задержки и когда потеплеет в квартирах севастопольцев? Севастополь становится светлее. На остановках общественного транспорта устанавливают автономные осветительные комплексы. Повещают водителей желтый моргающий светофор о том, что на данном участке пешеходный переход нерегулируемый. Какой принцип работы этих устройств и сколько комплексов уже установили? Проверка на безопасность самых маленьких. Севастопольские сотрудники ГИБДД вышли на очередной рейд. Ребенок – главный пассажир, а детское автокресло – не просто аксессуар, а важное удерживающее устройство. Истина, казалось бы, простая, вот только напоминать о ней водителям все равно время от времени приходится. Этот профилактический рейд решили провести рано утром, когда маленьких пассажиров везут в детский сад. Ночь искусств в онлайн-формате. Севастополь присоединился к всероссийской акции, которая в этом году проходит 3 ноября. Хотите узнать секреты нашей театральной кухни? 3 ноября. В Ночь искусств мы их для вас откроем. Какие сюрпризы подготовили для зрителей севастопольские учреждения культуры и где можно увидеть самые интересные проекты этой ночи? Нужно ли инвалидам лично идти за справками? Как поступить, если вы стали жертвой дистанционного мошенничества? И что известно о новых правилах перевозки домашних животных в самолете? Ответы на эти темы расскажем в нашей постоянной рубрике «Есть вопрос». Отопительный сезон в Севастополе начался 5 дней назад, но к такому повороту оказались готовы не все управляющие компании. На проспекте генерала Острякова, например, без тепла остались десятки домов. Похожая ситуация почти во всех районах города. В чем основные причины задержки и когда потеплеет в квартирах севастопольцев, узнала Александра Ковалева. Ну вот они холодные, именно комнатные. Потому что уши холодные, спать невозможно. Команду «Огонь батарея» дали еще 30 октября. Но теплые чувства этот отопительный сезон вызвал не у всех. В пятиэтажке на Остряково 121 горячих батарей ждут до сих пор. Два подъезда дружно мерзнут и пытаются согреться. Кто как. Кто-то укутывается потеплее, кто-то включает кондиционеры, кто-то зажигает конфорки на газовой плите. Да только толку. Ну вот прогреваемся газом, чтобы потеплее нам было. Слесарь управляющей компании спускается в подвал и заключает. Дача горячая, обратка холодная. Тут обратка холодная. Это значит в системе отопления циркуляции нет. Эту проблему решают уже сотрудники теплосети. Скорее всего тут причина в этом сапожек засор на сапог. Пока в 127-м система отопления в ремонте, бригады управляющей компании обходят остальные дома. В соседнем, тоже пока холодном, 121-м слесарь поднимается на чердак и спускает воздушную пробку. Вот идет водичка вниз, поливни стоку. И вот спустя 10 минут в квартиры возвращается долгожданное тепло. Процесс пошел. Тепленькая стала батарейка. Была ледяная. Вот почему мы ее вызывали. Потому что была ледяная на кухне, была она ледяная в комнате. Идет наладка системы отопления. Возникают различные ситуации. Такие как разовоздушивание системы отопления, низкие параметры. По каждому дому работаем индивидуально. Сотрудники управляющей компании знают, запуск системы отопления всегда как искусство. На это нужно время. Иногда до пяти дней. Но результат будет неизменным. Ни один жилой дом не должен остаться без тепла. Александра Ковалева, Александр Тарасенко. Новости Севастополя. Похожая ситуация произошла и с жителями проспекта Октябрьская революция. Туда также отправилась наша съемочная группа. Жители этого дома на проспекте Октябрьской революции в очередной раз, как и каждый год до этого, в начале отопительного сезона остались без тепла. У них прорвало трубу. Снова. И квартиры с 12 по 5 этаж оказались затоплены. Больше всего в этой ситуации, конечно же, пострадали жильцы последнего, 12 этажа. Вот нашему дому 45 лет. Все 45 лет ежегодно протекают трубы на чердаке. Причем это бывает именно в отопительный сезон. Питок идет по стенам. Слезно просим, чтобы наконец за столько лет страдаем не только мы. Мы живем на 12 этаже. И с нашего этажа течет до пятого этажа вода. Люди приходят, на нас ругаются. Да, понимаете, это настолько каждый год нервы сплошные. Жителям квартир на 10 этаже повезло чуть больше. Их затопило не так сильно. Но во многих комнатах ремонт все же придется делать. Такое событие у нас происходит два-три раза в году. То есть возможности сделать какой-то ремонт, ну, не имеет смысла. Потому что все пропадает. Куда обращаться, мы не знаем. Кто должен это компенсировать или восстанавливать, или отвечать хотя бы за это. Тоже никаких сведений не имеет. До жительницы квартиры на 9-м воды дошло чуть меньше, чем в квартире сверху. Но ущерб тоже есть. К дочагам протечки в обоих комнатах стоит техника, которая может даже загореться. И последствия тогда будут намного хуже. Затопило и карнизы, и все, ламинат, все это поднимается. Портьера вся мокрая, телевизор стоит рядом. Боюсь тоже, чтобы хоть не закоротило там его. В зале было вроде бы немного, чуть-чуть. А сегодня вообще все топит. Весь потолок он мокрый. Кондиционер, боюсь, чтобы тоже не испортился. Телевизор стоит рядом. Обратите, пожалуйста, на нас внимание. Посодействуйте, помогите, пожалуйста. Как выяснилось, виновата во всем труба отопления. Она просто не выдержала напора воды, когда дали тепло. Приехавшая аварийная служба течь остановила. Рабочие просто перекрыли магистраль. И пообещали все отремонтировать. Но не сегодня, потом. А возмущенным и замерзшим жителям посоветовали, если что-то не нравится, жаловаться в управляющую компанию. Туда же отправились и мы, чтобы задать главный вопрос. Можно как-то узнать, почему завтра? В данный момент мастер участка поехал за материалом на склад. Там уже прислали сварщик, будет подтягивать. Но будет работу организовать. А когда организуют работу? Сегодня планируется. То есть сегодня работа будет сделана и отопление будет? Очень надеемся, что получится. А как-то точно можно? Вы знаете, сварку сделаем, проверим. Сроки, когда будет сделана работа, хоть и примерные, но названы. Остается только верить работникам ГУПСа и надеяться, что эта труба уже будет сделана на совесть. Валерия Окунева, Дмитрий Сидоренко. Новости Севастополя. Севастопольские котельные работают в штатном режиме. По информации Департамента городского хозяйства, тепло подано во все дома. Однако в некоторых квартирах и подъездах по-прежнему холодно. Причины, по которым батареи пока так и не нагрелись, могут быть разными. В основном это неисправные внутренние сети или, например, завоздушивание системы отопления. В таких случаях решать проблему нужно индивидуально. Обращаться в управляющую компанию, которая в свою очередь обязана провести работу с домовыми комитетами и собственниками, чтобы устранить все неполадки. При этом мы сегодня фиксируем часть, что и радиаторы забиты у людей. То есть уже идем в квартиры, работаем с квартирами индивидуально. Поскольку у некоторых нет в стояках перехода, и он идет через батарею, и, соответственно, у людей бывают закрыты сами краны. Соответственно, тепло на ниже стоящей этажи не поступает. Я сегодня сам лично принимал звонки от населения в части тепла, и сам позвонил в аварийные службы управляющей компании. Диспетчера иногда не очень ласково и резко отзываются в адрес заявителей. Если такие случаи происходят, есть мой аккаунт в соцсетях, есть департамент городского хозяйства, пожалуйста, дай информацию, кому звонили. Обязательно спрашивайте имя, фамилию, отчество этих диспетчеров. Далее оперативная сводка по ковиду. За минувшие сутки в Севастополе 78 новых случаев. Все местные жители в возрасте от 18 до 72 лет. Из них 37 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и 9-й городской больницы. 41 человек на амбулаторном лечении. Стабильно высокие показатели заболеваемости все еще продолжают держаться. Также в нашем городе еще два летальных исхода. Медикам не удалось спасти двух мужчин в возрасте 68 и 79 лет. В больницах остаются почти 300 человек. Под наблюдением 627. Правительство Севастополя напоминает о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Тем временем в Крыму 139 новых случаев коронавирусной инфекции. У половины инфицированных болезнь протекала бессимптомно. Общее количество подтвержденных случаев за время пандемии уже приблизилось к отметке 10 тысяч. Две трети всех заразившихся коронавирусной инфекцией в Севастополе из тех, кто проходит стационарное лечение. Это люди старше 65 лет. Несмотря на это, не все пожилые люди согласны соблюдать режим самоизоляции. В чем причина, узнала наша съемочная группа. Пожилым людям старше 65 лет рекомендовано больше времени проводить дома и реже появляться в людных местах. Тем не менее, далеко не все согласны соблюдать режим самоизоляции. Кто-то вообще называет коронавирусную пандемию фейком. Кто-то выходит, чтобы подзаработать. Говорят, пенсии невысокие. Нам никто не запрещал, чтобы мы совсем не выходили. Сто метров я вот живу за этим домом буквально в частном секторе и рядышком. Вот в магазин хожу и вот сюда вот это вот вырастило. А что ж теперь, оно и так пропало уже, дожди пошли. Выходить не запрещают, а вот торговать на улицах тем, кто старше 65-ти во время пандемии не разрешено. Кстати, с постановлением правительства Севастополя, регламентирующим поведение пожилых людей, многие продавцы знакомы. Почему вы не соблюдаете режим самоизоляции? Почему я не соблюдаю? У нас же есть предписание по пожилым людям. А сколько пожилым людям? Я еще молодая. Да? Конечно, вам паспорт показать. Али Алексеевне и вправду нет 65-ти. Она говорит, всегда ознакомится с документами, которые как-то ее касаются. Ведь могут и на точку больше не пустить. Идем постоянно работу и контролируем, чтобы данное распоряжение соблюдалось. Как продавцами, так и стараемся вести разъяснительную работу с покупателями. Что в данный период, пока происходит период самоизоляции, граждане старше 65-ти лет старались находиться дома. В общественном транспорте достаточно пожилых людей. И, как оказалось, их мнения полярны. Ну, я не сидел дома ни ма, ни апрель, ни июнь, не надевал ни масок, ничего. Я с того года, как вы сказали, я хожу без масок везде. По всем этим пляжам, по всем этим скоростям ничего вообще. И на пляж выхожу, на Любимовке, на здесь, на Балаклаве один никого пробежался. Я спортсмен. Бегаю туда-сюда. Это все для лохов. И вот мужчина говорил, что это для лохов, это абсолютно неправильно. Нужно предостерегаться. Я, например, еду в аптеку, поэтому мы не так часто и разъезжаем. 65 плюс. Уже давно мы рекомендовали находиться дома или в ближайшем, так сказать, расстоянии от своего дома. Ну, там, не перемещаться по городу. К сожалению, мы все равно видим, что большое количество пожилых людей путешествует по городу. Понятно, что сейчас ограничение масочный режим в автобусах, в магазинах. Он начал работать, и предприниматели здесь уже понимают свою меру ответственности. Ну, и регулярные рейды совместно с сотрудниками полиции, увеличивающие количество протоколов и штрафов, но тоже дают свои меры. Это не чья-то прихоть, это необходимость. О необходимости говорит и статистика. Из 295 заболевших, которые сейчас находятся на лечении, 202 человека – это люди пожилого возраста. Алексей Дмитриев, Дмитрий Сидоренко. Новости Севастополя. А наш выпуск новостей продолжается, и вот о чем мы расскажем далее. Севастополь становится светлее. На остановках общественного транспорта устанавливают автономные осветительные комплексы. Повещает водителей желтый моргающий светофор о том, что на данном участке пешеходный переход нерегулируемый. Какой принцип работы этих устройств и сколько комплексов уже установили? Проверка на безопасность самых маленьких. Севастопольские сотрудники ГИБДД вышли на очередной рейд. Ребенок – главный пассажир, а детское автокресло – не просто аксессуар, а важное удерживающее устройство. Истина, казалось бы, простая, вот только напоминать о ней водителям все равно время от времени приходится. Этот профилактический рейд решили провести рано утром, когда маленьких пассажиров везут в детский сад. Ночь искусств в онлайн-формате. Севастополь присоединился к всероссийской акции, которая в этом году проходит 3 ноября. Хотите узнать секреты нашей театральной кухни? 3 ноября. В Ночь искусств мы их для вас откроем. Какие сюрпризы подготовили для зрителей севастопольские учреждения культуры и где можно увидеть самые интересные проекты этой ночи? Нужно ли инвалидам лично идти за справками? Как поступить, если вы стали жертвой дистанционного мошенничества? И что известно о новых правилах перевозки домашних животных в самолете? Ответы на эти темы расскажем в нашей постоянной рубрике «Есть вопрос». На севастопольских улицах становится светлее. На остановках общественного транспорта устанавливают автономные осветительные комплексы. Принцип их работ основан на энергии солнца. Такая технология особенно актуальна в местах, расположенных вдали от источника электропитания. В чем же еще их преимущество, узнали наши корреспонденты. На трассе в районе поворота на улицу Артема Бойко остановка общественного транспорта. В этом году ее застеклили, а вскоре тут появится пешеходный переход. Освещение здесь необходимо для безопасного перехода через проезжую часть в темное время суток. Конструкция предназначена для того, чтобы продублировать дорожные знаки 5.9.1. Это пешеходный переход. Оповещает водителей желтый моргающий светофор о том, что на данном участке пешеходный переход нерегулируемый. И ночью будет включаться освещение, которое будет освещать пешеходный переход, чтобы пешехода было видно. Солнечная панель, светильники, контроллер, аккумуляторы и пешеходные светофоры – все это составляющие автономного сигнально-осветительного комплекса. Работа конструкции бесперебойна, уверяют подрядчики. В случае неисправности сигнал автоматически будет передаваться диспетчеру. В будущем эти комплексы еще будут оповещать через GSM-сигнал о том, что садится аккумулятор или не работает один светильник. То есть это будет все оповещаться и в крыльчайшие сроки это будет восстановлено, отремонтировано. Осветительный комплекс полностью автономен. Днем аккумуляторы заряжаются от солнечной батареи. Как только на улице темнеет, освещение автоматически включается. Сгенерированная и накопленная электроэнергия идет на работу светофора и светильников. Пасмурная погода тоже не помеха. Два аккумулятора мощностью по 120 ампер могут давать энергию на полмесяца работы комплекса. В контроллере стоит датчик подачи энергии от солнечной панели. При определенном уровне падения, когда солнце совсем садится и с батареи не поступает энергия, то контроллер автоматически определяет, что солнце село и включает фонари. За смену бригады из шести человек устанавливают и монтируют два автономных сигнально-осветительных комплекса. В Севастополе в районе остановки поворота на Первомайку работает четыре таких установки. Еще две появятся в районе Дергачей. Для безопасного движения в этом году Севавтодор установит еще и светофоры на шести пешеходных переходах близи детских образовательных учреждений. Ирина Варава, Илья Косенков. Новости Севастополя. Ребенок – главный пассажир. Об этом сотрудники ГИБДД напомнили севастопольским водителям. В городе провели очередной рейд, чтобы проверить, как соблюдаются правила перевозки детей. Много ли нарушителей и какие штрафы им грозят. Вместе с инспекторами в рейд отправилась Анастасия Синица. Доброе утро, управление ГИБДД, капитан полиции Северска. Документы, будьте добры. Ребеночку сколько лет? Шесть с половиной. А в детском удерживающем устройстве перевозится? Да. Доброе утро. Пристегнут? ГИБДД города Севастополя хотел бы напомнить о правилах перевозки детей. Небольшую памятку. Да, действительно, все соблюдается, пристегивает. То есть кресло пристегивает ремнем. Трехточечный ремень. Это что значит? Это пристегивается вот так, то есть на три точки. Здесь сходятся внизу на трех точках. Снизу и сверху. То есть максимальная безопасность. Ребенок – главный пассажир. А детское кресло – не просто аксессуар, а важное удерживающее устройство. Истина, казалось бы, простая. Вот только напоминать о ней водителям все равно приходится, говорят инспекторы. В школах сейчас каникулы, а маленьких пассажиров, которые едут в детский сад, в это утро не так много. Рейд продолжается. Пока без нарушений. Доброе утро, Алексей Николаевич. Доброе. Памятку вручаю вам. Напоминание о правилах перевозки детей. Не нарушайте, пожалуйста. Берегите себя, детей. Кресло вот обычное для детей от годика до восьми лет. Пристегивать ребенок, конечно, ему это не нравится. Возмущается маленький девочка два годика. Но приходится, а что делать? Дайте добрые документы для проверки указанной в пункте 2.1.1. В Константин Сергеевич сегодня у нас проводится операция. Детское удерживающее устройство. Смотрю, у вас присутствует кресло, как перевозите детей, да? Да, да, да. Изредка. С вас в разрешения заднюю дверь открою. Проверим. Присутствует детское удерживающее. Скажите, все ли правильно? Да, все правильно. Молодцы, товарищ водитель. Если ребенка перевозят не в автокресле, придется заплатить 3 тысячи рублей. Непристегнутый ремень обойдется в тысячу. А вот и первый протокол. Водитель управлял автомобилем. Ребенок находился без детского кресла. Без детского кресла ехал? Не грозит теперь нарушителя. Предусмотрена ответственность по сети 12.23.3. Кодекса Российской Федерации о днественном правонарушении. Наказание в виде штрафа в размере. 3 тысячи рублей. На переднем сиденье дети до 12 лет должны ездить только в удерживающем устройстве. Если ребенок старше 12, его можно пристегнуть ремнем безопасности. Автокресло на заднем сиденье обязательно для детей до 7 лет. Дальше свои нюансы. Нередко, когда уже ребенку 7 лет, и вроде бы можно его пристегнуть ремнем безопасности. Но, как показывает практика, дети в этом возрасте еще очень маленькие. И ремень у них проходит через шею. Соответственно, при дорожно-транспортном происшествии ребенок получает травму шеи. Поэтому дети до 150 сантиметров ростом лучше все равно сажать в детское удерживающее устройство. Это вот такая рекомендация от госавтоинспекции. Еще одна рекомендация. Автокресло лучше всего устанавливать посередине заднего сиденья. Так при боковых ударах ребенок не соприкоснется с дверью. Следовательно, не получит травм. Использование автокресла снижает смертность почти вдвое. Стоит оно от 3000 рублей, тогда как жизнь и здоровье бесценны. По сравнению с прошлым годом у нас произошел рост дорожно-транспортных происшествий с участием детей пассажиров. Пострадало в этом с начала года 38 детей. Причем из них 21 находились в автомобиле водителя, виновника ДТП. За два часа рейда поймали четырех нарушителей. Подобные проверки на дорогах не прекратятся, отмечают инспекторы. Ведь это тот случай, когда напоминание точно не будет лишним. Анастасия Синица, Деливер Меджитов. Новости Севастополя. А со 2 по 3 ноября в нашем городе проводят севастопольские международные этноконфессиальный форум-фестиваль «Вера, добро, единство». Его приурочили к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Само мероприятие проходит в рамках Крымской Евразийской школы Содружества. Его главное направление – сохранение исторической памяти. Форум «Вера, добро, единство» направлен на поддержание диалога между государством и общественностью, между национально-культурными обществами, между религиозными организациями. Для того, чтобы каждый мог посмотреть вокруг себя и поделиться мнениями о происходящем в мире, о том, что происходит в конкретной религиозной организации или в конкретном национально-культурном обществе. Искусство объединяет, особенно в сложные времена. Уже в восьмой раз в нашей стране пройдет одна из самых необычных акций – «Ночь искусств». Театры, киноплощадки, музеи, библиотеки и концертные залы готовят сюрпризы для своих гостей. Заглянуть в любой из них в этот раз можно будет, не выходя из дома. Ведь в связи с пандемией ежегодная акция пройдет в режиме онлайн. Свою программу для зрителей подготовили и севастопольские культурные площадки. Какие – расскажем в следующем сюжете. Увидеть говорящую лошадь, стать участником битвы за Инкерман. Еще раз прослушать словотворение и вступить в диалог с луначарцами. Все это не случайный набор слов, а программа «Ночи искусств» в театре имени Луначарского. Начиная с 19 часов и до полуночи для всех поклонников «Мельпомены» на официальных страницах театра, в социальных сетях и Ютьюбе покажут несколько ярких спектаклей и одну необычную историческую премьеру с участием всеми любимых артистов. Сегодня мы хотели бы рассказать о цепи странных совпадений, случайностей, незначительных событий, которые, однако, выстроившись в определенную последовательность, повлияли на исход протомировой войны. Вместе с театром в 7 часов вечера откроют свои двери в онлайн-формате и дворец культуры рыбаков. Самые первые зрители трансляции смогут попасть на виртуальную выставку живописи «Благословенный край», где свои работы представили сразу два художника Любава Тарадай и Сергей Берлов. От пейзажей и графических полотен можно будет переместиться в литературно-музыкальную гостиную, а из нее в легенды морских глубин музея рыбаков или театральную кухню, где покажут, как готовят спектакль «Королевская игра». Хотите узнать секреты нашей театральной кухни? 3 ноября в «Ночь искусств» мы их для вас откроем! В «Ночь искусств» в музее рыбаков прозвучат рассказы Бориса Никитовича Корды. Исполнять их будут актеры Народного театра «Психодель арт». Его книги посвящены малоисследованной с художественной стороны жизни рыбаков. Я думаю, что, прослушав рассказы в исполнении наших артистов, многие севастопольцы заинтересуются творчеством Бориса Корды. Откроют тайны античного города в «Ночь искусств» и в музей-заповедник «Херсонес Таврический». Начиная с 6 часов вечера и до полуночи в режиме онлайн, тут ждут всех любителей истории и знатоков древнего мира. Вместе с сотрудниками музея, приглашенными гостями, зрители смогут стать участниками интеллектуальной викторины, увидеть экспозицию античного зала, посмотреть спектакль и угадать, что за предмет скрывается в волшебном ящике. Открывает нашу череду мероприятий видеовикторина, которая специально была подготовлена и которая позволит знатокам и любителям Херсонеса не только блеснуть своими знаниями, правильно ответив на вопросы, но и познакомиться со знаковыми памятниками и с некоторыми неизвестными предметами быта древних греков, которые здесь жили в Херсонесе. В 19.00 нас ждет полное погружение в античность. Ведущие сотрудники музея Херсонеса расскажут о прекраснейших экспонатах нашей экспозиции, поведают о тайнах, секретах древнейших технологий, раскроют живость античной музыки, античной красоты. Объединит искусство в эту ночь и проекты Севастопольского военно-исторического музея-заповедника. Для своих зрителей его сотрудники подготовили онлайн-экскурсии и видеопоказы экспозиции, посвященной сразу нескольким периодам и народам нашего полуострова. В этом году мы хотим представить нашим зрителям исторический экскурс истории одного экспоната. У всех будет прекрасная возможность переместиться в оборонительную башню Корниловского бастиона на Малаховом кургане, где люди, наши зрители уважаемые, смогут познакомиться с одним из экспонатов. Это шинель Нижнего Чина Томского егерского полка. Изюминкой, подготовленной к ночу искусств, мы считаем нашу онлайн-экскурсию по выставке «Искусство, рожденное веками». Эта выставка совместная, потому что определенные предметы, например, медный кувшин, икрушка, а также фрагмент вышивки с расписанными золотыми нитями, нам предоставила Севастопольское национально-культурное общество караимов «Фидан». Но и это далеко не все проекты, которые представят севастопольские культурные учреждения в «Ночь искусств». Узнать, где будут самые интересные программы и составить свой онлайн-маршрут путешествий, можно будет, посмотрев афишу мероприятий по всей стране на сайте культура.рф. Алектина Игнатьева, Александр Тарасенко, новости Севастополя. Нужно ли инвалидам лично идти за справками? Как поступите, если вы стали жертвой дистанционного мошенничества? И что известно о новых правилах перевозки домашних животных в самолете? Ответы на эти вопросы узнаете в нашей постоянной рубрике «Есть вопрос». Вере Яковлевне после перенесенной операции была назначена группа инвалидности сроком на один год. Женщина планировала пройти очередное свидетельствование в декабре, но и средства массовой информации узнала, что посещать больницы и собирать справки ей не нужно, так как сейчас группу инвалидности могут назначить дистанционно, без участия больного, и просит уточнить, так ли это. Правительство Российской Федерации приняло решение продлить до 1 марта следующего года временный порядок установления или подтверждения инвалидности, который был введен в связи с распространением коронавируса. Люди с хроническими заболеваниями особенно уязвимы перед инфекциями, и если они будут ходить по инстанциям и собирать справки, то подвергнут свое здоровье дополнительной опасности. Поэтому медицинские организации сами должны передавать документы в бюро медико-социальной экспертизы. Выплату пенсий по инвалидности и обеспечение людей средствами реабилитации также будут назначать и продлевать без личного обращения. Виктор Николаевич обнаружил, что на его банковской карте не хватает 5000 рублей. Мужчина хорошо наслышан о нечистоплотных методах, к которым прибегают мошенники, чтобы выудить деньги при помощи телефонных звонков, и был уверен, что не попадется на их уловки. Но тем не менее деньги пропали. Он спрашивает, что делать в этой ситуации. Эксперты рекомендуют, если вы столкнулись с мошенниками и со счетом, к которому привязана карта, списали деньги, следует позвонить в банк по номеру, указанному на обороте, сообщить о нечестной операции и заблокировать карту. Параллельно необходимо обратиться с заявлением в полицию. Также поспешите в течение 48 часов лично запросить в отделении банка выписку по счету и напишите заявление о несогласии с операцией. Эти действия позволят сохранить оставшуюся сумму, если не все деньги были сняты, и дадут возможность правоохранительным органам разобраться в ситуации. Тем более, если будет доказано, что транзакция прошла без вашего ведома, то банк вернет незаконно списанные денежные средства. У севастопольца дома живет взрослый кот породой Мейн-Кун. Молодой человек хотел бы взять его с собой в Москву, где планирует провести у родственников зимние каникулы. Он слышал, что появилась возможность летать с домашними животными, у которых большой вес, и интересуется деталями. Действительно, взять в салон самолета четвероногого друга весом до 15 килограммов теперь можно на рейсах авиакомпании «Уральские авиалинии». Для этого владелец должен оформить услугу, багаж в салон. Это можно сделать в кассе или позвонив в колл-центр после приобретения билета. Тогда домашний питомец будет лететь вместе с хозяином, причем не в переноске под креслом, а на соседнем пассажирском сидении. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза «Кофе Либо». Наслаждайся любой погодой вместе с самыми близкими за чашечкой ароматного кофе «Либо». 4 ноября в Севастополе пасмурно. Возможны кратковременные осадки. В ночное время плюс 10, плюс 11. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 17. Атмосферное давление в пределах нормы, влажность слегка повышена. Ветер переменный, преимущественно восточный. Временами порывы до 13 метров в секунду. Просто быть рядом не значит быть вместе. Мы знаем, как объединить семью. «Кофе Либо». Открой богатство общения. Это были главные новости. К этому часу в студии работала Левтина Игнатьева. Мне желаю вам всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова